Алекс Коваль, Анна Мишина. Трогать запрещено. Часть первая. Глава первая. Юля. По пуль все хорошо, мы приземлились. Отчитываюсь в трубку, стоит только шасси самолета коснуться взлетной полосы. Час полета стремительно отмотал. Народ в салоне уже зашуршал сумками и пакетами. Хотя команды на старт еще никто не давал. Отлично, Юляш. Жду тебя в аэропорту. Слышу по голосу, что папа улыбается и не могу не улыбнуться в ответ. От макушки до пят топит приятное предвкушение скорой встречи с любимым родителем. Заметано. Кидаю в трубку и отключаюсь. Прячу телефон в рюкзак и заглядываю в иллюминатор. За бортом. Раннее декабрьское утро. Две недели до Нового года. Предпраздничная пора, когда в городах начинают формироваться бешеные очереди в сувенирных лавках. А люди на подъеме бегут по утрам на работу, потому что вот-вот и длинные выходные, которые каждый, несомненно, предпочтет провести со своими близкими и родными, как и я. Пушистые снежинки неторопливо кружатся в темном небе и опадают, заметая дороги. Так и хочется сделать глубокий вдох и пропеть на выдохе «Дома! Наконец-то я дома!» И хоть Санкт-Петербург и Москву разделяют меньше тысячи километров, что в наше время и не расстояние вовсе, но из-за сильной занятости папы и моего плотного учебного графика в балетной академии мы не виделись уже целый год. Для меня его домашний тихий юляши — это непозволительно долго. «Дамы и господа!» — раздается мужской голос в динамиках, как только самолет заканчивает свое движение по полосе. «С вами, — говорит командир корабля, — наш полет завершен. Местное время 7 часов 15 минут, погода за бортом, минус 10 градусов по Цельсию. Снег. Благодарим за выбор нашей авиакомпании. С наступающим Новым годом и Рождеством!» Пассажиры, подхваченные общим потоком, начинают свои суетливые сборы. Я накидываю куртку, а на голову натягиваю капюшон белой толстовки. Подхватив свою невеликую ручную кладь и ведя рюкзака со всем необходимым на без малого три недели каникул, в первых рядах покидаю салон самолета по длинному трапу. В наушниках задорно звенят колокольчики какой-то рождественской песенки случайной подборки. На моих губах, как приклеенная, держится счастливая улыбка. Наверное, проходящие мимо думают, что я слегка свихнулась. Пусть так. Багаж получать мне не надо, поэтому я иду сразу к выходу. И чем ближе двери, тем быстрее мой шаг. Я уже вижу впереди в толпе маячущую высокую фигуру Степана Аркадьевича Данилова. Папа приехал с букетом моих любимых нежно-розовых гербер, кто бы сомневался. И он, как впрочем, и всегда просто невероятно шикарен в своем темно-синем костюме и черном пальто. Выгодно выделяется на фоне прочих встречающих. Ох, как проходящие мимо дамочки на него засматриваются. Но он мой. Весь только-только мой. Разгоняясь, я с разбегу влетаю в раскрытое объятие отца, крепко обнимая его за шею. Повисая на нем, как в детстве, обезьянкой. Чувствую, как ноги отрываются от пола, и папа смеется, кружа меня и бармача. «Ну ты даешь, Юлька! Вот это сюрприз! А я уже и не надеялся, что ты про меня вспомнишь. Думал, придется самому к тебе лететь на праздники». «Ну о чем ты говоришь, пап? Всегда помню». Пламенно уверяю, чмока родителя в щеку. «Ты же знаешь, какой у нас строгий режим в академии. То занятия, то тренировки. Времени свободного нет. Хотя кому я рассказываю, у тебя на фирме тоже вечный завал». «Вечный завал, это точно. Тут вот опять фирма-подрядчика отчебучила. Судиться с ними будем. Но это ерунда». Ставит меня на ноги папа и, вручив герберы, треплет по макушке. «Устала». Забирает у меня рюкзак и, приобняв за плечи, ведет на выход из здания аэропорта. «Самую малость». «Не пожалела еще, что подалась в балет?» «Нет, конечно. Тяжело бывает, да, но я чувствую, что это мое. На прошлой неделе вот начали готовиться к практике. Весной ее будем проходить. Будем ставить балет на сцене Мариинки, представляешь?» Поднима взгляд снизу вверх. Папа улыбается, отчего вокруг глаз бегут едва заметные лучики-морщинки, которые главного в моей жизни мужчину совершенно не портят. Наоборот, добавляют солидности. Надеюсь, родители молодых дарований приглашены? В первые же ряды. Папа смеется, а у меня сердце радостно приплясывает. Люблю, когда он в хорошем настроении. Он у меня еще слишком молод и слишком хорош с собой, чтобы ходить хмурым и понурым. Иногда мне кажется, что после смерти мамы я его единственная отдушина. Поэтому решение улететь в Питер далось мне тяжело. Хоть он никогда этого не показывал, но мой отъезд дался папе непросто. Я знаю, чувствую. Два года назад наш большой загородный дом резко опустел. Мама не стала как раз в тот год, когда я закончила школу. Фатальное стечение обстоятельств, нелепое ДТП. Врачи боролись до последнего. Папа был готов на все, в том числе и увезти ее в любую клинику любой точки мира. Но, увы, чудо не случилось, а деньги оказались не всесильны. Папа очень ее любил. Свою Элю и Леонору. Безумно просто. И предполагаю, что до сих пор любит. Может, конечно, в его жизни есть сейчас женщина, но мне об этом он никогда не говорил и подобной темы со мной не заводил. Для меня потеря мамы тоже стала переломным моментом. И хоть ближе я с детства была с отцом, но уход родного человека заставил меня резко повзрослеть. А так как я была единственным ребенком у родителей, то сама того до конца не осознавая, я чувствовала на себе обязанность заботиться об отце, который со своим страшным трудоголизмом и огромным бизнесом частенько забывал обо всем на свете, включая сон и еду. Соскучился по тебе жутко, малышка. Планируй все праздничные выходные торчать дома и надоедать тебе своим присутствием, уверять папа, открывая и придерживая для меня дверь. Я тоже, пап. Подмигиваю. Я тоже. Утро в столице всегда знаменуется километровыми пробками. Будь это будний день или выходной, неважно, зато ры на дорогах уже как визитная карточка Москвы. Вот и мы в одну такую визитную карточку плотно встряли. Благо перед этим успели заскочить в автокафе и набрать целый пакет вредностей, которые я с упоением и уминала за обе щеки под насмешлива неодобрительный взгляд отца. Увидели бы тебя сейчас твои преподаватели, Юлька, получила бы по самой неболой, засрыв диеты. Когда ее еще срывать, если не на празднике? Пожимаю я плечами, пихая в рот картошку фри. Хочешь? Тяну бумажный пакетик. Нет, спасибо. Мне моя поджелудочная дороже. Закатываю глаза и демонстративно вгрызаюсь в крылышко в панировке. Жирная, острая, соленая. Из-за постоянных тренировок и необходимости держать свое тело в состоянии тростинки, я редко позволяю себе нарушать режим правильного питания. В болите ведь как? Лишние 100 граммов, и ты уже катишься по наклонной, как перекачанный гелием шарик. Но сегодня я даю себе волю, клятвенно обещая, что потом все лишние калории сожгу в спортзале. В салоне папиного Мерседеса тепло, и я, скинув кроссовки, с ногами забираюсь на сиденье. Вплохо слушаю бормотание радио, изредка подпевая. Папа, не отрывая взгляд от телефона, оперативно решает рабочие вопросы. Сижу довольна жизнью, до тех пор пока не слышу. Юль, ты не против, если к нам сегодня приедет гость? Знаю, что день твоего прилета, очень хотел провести его с тобой вдвоем, но, боюсь, Титова потом не поймаешь в столице. На фамилии гостя я замираю, а сердечко сжимается, быстро и сильно. Рука со стаканчиком кофе зависает в воздухе, не долетев до рта. Кто? Титов? Перед глазами вырастает давно забытая из детства картинка. Высокий, красивый, спортивный мужчина с пронзительными карями, как моя любимая шоколадная конфета, глазами и улыбкой, от которой хочется затрепетать крылышками. Титов Богдан – папин хороший друг и бизнес-партнер в прошлом. Мужчина, потрясший воображение маленькой девочки. Неужели тот самый, о котором я не слышала уже без малого десять лет? Да ладно. Юляш, прием. А, да, прости, пап, заслушалось радио. Ты сказал Титов? Богдан Титов? Он самый. Сегодня ночью прилетел в Москву по работе. Списались, и я предложил ему к нам в гости заехать, а то, как десять лет назад в свою Германию мотал, так и потерялся. Так ты как, не против? Люда накроет на стол поужинам в тесну кругу. Хороший вопрос, не против ли я? Первый раз я увидела его, когда мне было семь. Маленькая девочка Юля умудрилась влюбиться во взрослого и состоявшегося мужчину, для которого я, разумеется, была только ребенком, дочерью друга. У любого взрослого и адекватного человека даже мысли не проскочит обратить внимание на семилетнюю стрекозу с хвостиками, это вообще-то по закону карается. Ну а сейчас мне девятнадцать, и я уже не та впечатлительная мелочь. Это тогда я в силу своего детского восприятия мира и избытка пересмотренных мультиков о благородных принцах идеализировала из опалы на Титова. Сейчас я в разы взрослее, умнее, и, разумеется, я не могу быть влюблена в человека, которым не в отце годится. Я и видел это его всего пару раз в своей жизни. Так что да, в целом я не против. А в частности, мне совсем не нравится, как споткнулось мое сердечко на знакомой фамилии. Хорошо, стараюсь беззаботно пожать плечами. Я не против. Вот и отлично, малыш. Наберу Людмиле и предупрежу, что сегодня у нас будут гости. Гости? Дядя Богдан будет не один? Решаю уточнить. С женой? Язык выговаривает последний вопрос с трудом. Почему-то мысль, что у Титова есть жена и дети, меня беспокоит. Он не женат, тянет уголок губ в улыбке папа. По крайней мере, насколько мне известно. Я киваю, прячу взгляд, устремляя его в лобовое стекло. Делаю глоток своего карамельного латы и успокаиваю себя тем, что ужин пролетит быстро. Я и не замечу. Мне же будет просто любопытно, как Титов изменился за эти десять лет, что его не было в стране. Наверняка сейчас взрослую Юлю этот мужчина уже не впечатлит. Хуже? Я больше, чем уверена, не впечатлит. И очень уповаю на то, что в свои годы Титов успел потерять пару зубов, обзавестись лысиной и отрастить пивной живот. Ну так, чтобы точно промах по всем фронтам. Глава вторая. Богдан. Все, вопрос с регистрацией я решила. Щебечет довольная Луна. Распишемся в первых числах января. Ах да, сегодня я еще планирую проехать по ресторанам, накидала небольшой список самых лучших, исключительно со звездами Мишлен. Посмотрим, какой сумеет меня впечатлить. Если все пойдет по плану, то со следующей недели мы можем рассылать приглашение на нашу свадьбу. Пауза выпросительная. Богдаж, ты вообще меня слушаешь? Я отрываю взгляд от планшета, на котором пролистывал предварительный отчет за прошедший квартал и поднимаю его на собеседницу. Любовница, нынче невеста, хмурит брови. Пухлые, ярко подкрашенные губы Иллы подрагивают в обиде. Регистрация брака в первых числах января. Сегодня ты определишься с рестораном. Со следующей недели рассылаем приглашение. Я ничего не упустил. На губах девушки расцветает улыбка. Ты просто с таким отстраненным видом сидишь, как будто тебе совсем не интересно наше предстоящее бракосочетание. Тянется через ту женскую ладонь, накрывая мою, ласково поглаживая пальцами запястье. А для меня это, между прочим, очень трепетное и волнительное событие. Багдаш, как и для любой девушки, звучит укоризненно. Прости, но у меня много работы. Но раз ты уже отвлекся, послушай, может, подумаем насчет… Илона продолжает трещать. По большому счету, ей от меня ответы не требуются, только видимость того, что я внимательно ее слушаю. Я откладываю девайс и поднимаю чашку с двойным американо. Делаю глоток, откидываясь на спинку стола и бросаю взгляд в окно ресторана, расположенного на крыше одной из высоток Москва-Сити. Внизу простирается утренняя столица с ее бесконечными заторами. Откровенно говоря, и правда, предстоящая свадьба меньше, что меня сейчас заботит. На носу конец года и куча отчетности, которую нужно проверить и перепроверить. Закрыть с десяток подвижных проектов и решить, что делать с квартирой матери в столице. Полгода назад она переехала на ПМЖ в Краснодарский край, оставив недвижимость на мое усмотрение. В идеале закрыть гештальты нужно до конца этого календарного года, а это всего две недели, времени в обрез. Поэтому, да, мои мысли далеки от свадьбы. Но для Илона это важно. Приходится постоянно себе об этом напоминать. Быть чуточку терпимее. Слушай, Багдаш, а почему в столице? Что? Расписаться хочешь? Вернулись бы в Берлин и там сыграли свадьбу. К тому же и я там знаю очень классного модельера свадебных платьев. Да и дом твой позволяет чуть больше размаха для торжества, чем… Я тебе уже говорил, что не хочу гулять с размахом. У меня на пышные празднества нет времени. И ты, Илона, кажется, меня в этом поддержала. Ну да, разумеется. Просто решила уточнить. Улыбается собеседница. Подхватывает бокал и изящно прикладывается к нему губами. Не сводя с меня свои глаз, делает глоток белого полусладкого. Сексуально. Ничего не скажешь. Илона вообще из тех женщин, от которых им буквально фонит. Сексом. Изначально это меня в ней и привлекло. Мы встречаемся больше пяти лет, если это можно так назвать. Оба удобны друг для друга во всех смыслах. Полное взаимопонимание, фантастическая близость. Плюсом ко всему Илона не закатывает истерик, когда я улетаю в длительной командировке, а в обществе моих коллег держится прекрасно. С моей же стороны она регулярно получает нехилую сумму на все свои хотелки и живет припеваючи, не зная горя. Конечно, можно было и дальше придерживаться подобного формата отношений, современных и ни к чему не обязывающих, но в следующем году мне будет сорок. Я уже не мальчик, пора остепениться и заиметь в паспорте штамп. А с кем, если не с той, которая умеет быть достойной парой? Вот я и не нашел другого варианта. Взял, да и предложил Илоне узаконить наши отношения. Ее счастью не было предела. Для меня же это ровным счетом ничего не меняло в устоявшейся жизни. Может быть, поэтому я сейчас так поверхностно отношусь к предстоящему торжеству? Потому что для меня это обыденно и скорее из необходимости, нежели реального желания стать ближе. Не знаю. Но мое поспешное предложение только прибавило мне головняков перед Новым годом, заставив тысячу раз о нем пожалеть. Позавтракав мы салоны покидаем ресторан, по пути к нашим апартаментам, которые находятся тут же, в Москва-сити, но в соседней башне, мне на телефон падает сообщение. Ответ от друга детства Степана Данилова, с которым мы не виделись уже почти десять лет. Годы летят, успевая только ловить. Два года назад он потерял жену в аварии. А я, отвратительный друг, даже не нашел времени приехать и поддержать его в такой трагичный момент. Поэтому быстро пробегая глазами по строчкам, где Данилов приглашает меня вечером к себе, я без колебаний набираю в ответ. К восьми буду. Сменя виски. Мысленно делаю себе пометку и не забыть купить букет цветов для дочери Данилова. Сколько ей интересно, лет пятнадцать? А ведь он мой ровесник. И хоть я никогда не стремился быть папашкой, но мысли невольно в ту степь загуливают. Открывая ключ карты, дверь в наш апарт и пропускаю Илу вперед. Какие у тебя планы на день, Багдаш? В офис поедешь? Да, после обеда сделка по перепродаже завода. Боюсь, проторчу на работе до самого вечера. А там друг за город на ужин пригласил. Неудобно отказывать. Я с тобой? Не в этот раз. Целую Илу в щеку, скидывая ботинки и стягивая джемпер. Сегодня ты полностью свободна. Кидаю, держа путь в ванную комнату. По-быстрому принять душ и на работу. Мой водитель в твоем распоряжении. Занимайся подготовкой и не жди меня. Ложи спать, я вернусь поздно. Но вот так всегда и происходит, когда мы в Москве. Топает за мной следом Илона, обвивая руками за талию. Прижимается грудью к моей спине и целует плечо, оставляя смачный след от бордовой помады. Как так? Нахожу ее взгляд в отражении зеркала. В Москве ты превращаешься в страшного трудоголика, и у тебя на меня совсем нет времени. Пробегают вниз по груди ноготочки, подбираясь к ремню на брюках. Я скучаю. Мы только прилетели, еще ни на час не расстались. Когда-то успела заскучать. А я того, заранее. Улыбается, пока ее пальчики ловко расстегивают и вытягивают морями из петель. Может, у тебя найдется еще полчаса на меня, ммм, Багдаш? Ныряет мне под руку Ила, прижимаясь губами к моей груди. Язычком пробегает по шее, добираясь до губ. Облизывает их и тянется на носочках, требуя поцелуй. Ластится как кошка. Одна ее ладонь у меня на затылке, вторая, расстегнув молнию на брюках, уже пробирается под резинку боксеров, обхватывая член. Илона всегда знала, как отвлечь мне от работы, а еще какими сетями завлечь к себе любого, даже самого стойкого мужика. Всегда. Вот и сейчас я сдаюсь. У меня и правда есть лишние 30 минут, и нет желания отказывать себе в том, чтобы начать день с обоюдного удовольствия. Поэтому перемещаю ладони стали Илы на ее задницу и сжимаю. Подхватываю на руки, усаживаю на тумбу и врываюсь языком в ее приветливо распахнутый рот, втягивая ее язычок в жадный поцелуй. — Титов, очень тебя прошу, будь, пожалуйста, на связи, — доносится из спальни, где Илона нежится, развалившись поперек кровати. — Буду. — Громко. — По возможности. — Уже значительно тише. Застегиваю ремень на брюках и натягиваю черную рубашку, торопливо разбираясь с манжетами на рукавах. Наше приятное времяпрепровождение затянулось дольше, чем предполагалось. Встреча, на которую я никак не могу опоздать, должна начаться уже через час. Мне остается только шевелиться и молиться, чтобы все заторы на моем пути по волшебству рассосались. Еще один взгляд в зеркало, легкий взмах петернею по волосам и бороде сойдет. Я выхожу из ванной, краем глазом мажу по обнаженной сексапильной фигурке Илоне, растянувшейся поверх сбитых простыней. Светлые волосы разметались по спине, округлая попка призывно торчит, осиная талия, пышная грудь, идеальная любовница. Надеюсь, что и жена из нее будет соответствующая. Хотя плох тот мужик, который бабу в жены себе исключительно по постельным талантам подбирает. «Богдан, я буду кидать тебе фото ресторанов, хорошо? Мне нужно твое одобрение». «Илон, давай без меня». Застегиваю часы на запястье и клюю ее в губы. «У меня до крыши других забот. Нашу свадьбу я полностью делегирую тебе». «Но я одна не справлюсь, Титов». «Отправлю тебе помощника, он поможет все разрулить. Все». «Накидываю на плечи пальто, хватая ключи от машины. Я умчал, малыш, не скучай». «Пока-пока». До офиса долетаю на запредельных скоростях, схватив пару штрафов. С подземной парковки до конференц-зала иду широким шагом, попутно раздавая приветственные кивки. Навстречу пребываю ровно минута в минуту. В зале уже все собрались. И представители моей фирмы, и фирмы, которую мы, надеюсь, сегодня выгодно приобретем, чтобы потом еще выгоднее перепродать. «Прошу прощения за опоздание, коллеги», — пожимая руки присутствующим, скидывая пальто и занимая место во главе стола. «Что я пропустил?» «Собственно, ничего критичного, Богдан Андреевич, мы как раз собирались обсуждать условия купли-продажи. Сделка проходит удачно, дальше рабочая рутина засасывает на целый день, когда я снова, вопреки просьбе Иллы, напрочь забываю про то, что должен быть на связи. Встреча за встречей, ворох накопившихся бумаг, тут абсолютно не до фоток ресторанов, да простит меня Илона. Я и так нечасто радую столичный офис своим личным присутствием, предпочитая вести дела удаленно». Освободился я только в начале восьмого. Раскидав первоочередные задачи, покинул офис, предупредив, чтобы до завтра меня не беспокоили. Для пущей убедительности вырубил рабочий телефон. Пока завожу свою Ауди и выруливаю с парковки, набираю Данилова. На улице уже темно и опять заметает снег. Видимость аховая. Народу тьма. «Титов, только не говори, что ты передумал». Первое, что слышу в трубке, когда Степана отвечает. «Работа не волк». «Не угадал, Степыч?» Улыбаюсь. «Вышел, мчу к вам. Звоню предупредить, малость подзадержусь, надо заскочить в одно место. Давай, мы с Юлькой уже ждем тебя, стол почти накрыт». «Понял, принял». Улыбаюсь, отбиваю вызов. А заскочить мне приходится в цветочный, где я растерянно шарю глазами по роскошным букетам и совершенно не вкуриваю, что дарит девочке 15-16 лет. Почему-то я решил, что именно столько дочери Данилова, прикинув плюс-минус 10 лет с нашей последней встречи. Все, что я об этой девчонке помню, смотрела на меня огромными зелеными глазами за пушистыми ресницами. Мелко, забавно, с двумя высокими хвостами и задиристым курносым носом. Что же ты любишь, девочка? Розы — не вариант, не по возрасту. Ромашки — примитивно. Калы — банально. Взгляд подыт на разноцветные герберы, от желтых до красных бутонов, в аккуратном букете. В мозгу что-то щелкает, интуиция, вероятно. «Заверните мне их». «Да, конечно, момент», — улыбается флорист. «Прекрасный выбор, кстати. Вашей девушке обязательно понравится». Я окиваю, предпочитая не уточнять, что цветы мне нужны не для моей девушки. Через 15 минут я уже снова в машине, убираю букет на соседнее сидение и вбиваю в навигатор адрес загородного поселка, где обитают Даниловы. Плюс-минус час езды, и я буду на месте. Юля. Отчего-то я волнуюсь. Меряю шагами свою комнату и не могу определиться с нарядом. На чем остановиться? Или молочного цвета вязанный костюм из юбки с кофтой, или комбез из черной воздушной ткани с тонкими бретельками. Останавливаюсь у зеркала в полный рост, кручусь. Отчего-то кажу себе обычной. Утягиваю футболку за талью, ткань, которая тут же обтягивает грудь и подчеркивает мою худобу. Это уже профессионально. Выдуваю воздух, надув щеки. Мда-а-а. Юленька. Постучав в дверь, в комнату заглядывает Людмила, наша домработница. Наидобрейший души человек. Ой. Оглядываюсь на женщину. Скоро будет все готово, но гость еще не приехал. А ты чего тут? Оглядывает меня и вешалки с одеждой. Не можешь выбрать. Улыбается. Ага. Кажется, что все не то. Сдаюсь. Волнуешься. Усмехается, но так по-доброму, что мои щеки заливаются румянцем. Нет, с чего бы это. Я его уже и не помню. Просто хочется выглядеть хорошо. Ты помнишь, как я тебя учила? Подходит ближе, встает рядом, и мы обе смотрим в зеркало. Помню. Выбирай сердцем. Ты у нас красавица. Расправляет мои волосы по плечам. Смотри, какая глаз не отвести. Я поняла, тетя Люд. Поворачиваясь к ней, мы обнимаемся. Спасибо. Перед глазами проплывают годы моего детства и юности, когда была жива мама. По правде говоря, мне ее сейчас очень не хватает, особенно в вопросах по девчачьей части. С папой о таком, мягко говоря, не поговоришь. На мальчиков ему не пожалуешься. Хотя мне и жаловаться пока не на кого. Девятнадцать лет и ни одних серьезных отношений. Аут. Все, я побежала, а ты давай не дрейфь. Людмила уходит. Я снова остаюсь одна. Поворачиваюсь к зеркалу. Соберись, Юльчик. Командую себе и натягиваю улыбку. Тянусь к вешалке с юбкой и кофтой. Я же, в конце концов, не насмотрена собираюсь. С чего мне так нервничать? Я никому не хочу понравиться. Одеваю то, в чем мне будет удобно. На ноги надеваю легкие кроссы. В уши цепляю сережки. Наношу легкий макияж, слегка припудрив щеки. Все кажется готово. Улыбаюсь своему отражению. За окном давно стемнело. Я подхожу и выглядываю за шторы. Моя комната находится на втором этаже нашего дома. Большой, красивый, бревенчатый. Здесь безумно уютно. Мама в свое время постаралась. А еще из моего окна хорошо просматривается подъездная дорожка. И словно по заказу именно в этот момент откатываются вороты на территорию, ослепляя фарми, въезжая черная машина. Что это, Ауди? Красивая, солидная. Я, как воришка, чуть сдвигаясь, прячусь за шторой. Неосознанно задержав дыхание, с любопытством и легкой дрожью жду, когда выйдет водитель. Машина, прошелестев шинами по брусчатке, останавливается рядом с папиной. Гаснут фары. Я жимаю кулачки. Дверь авто открывается, выходит мужчина. Теперь я совершенно перестаю дышать, стараясь разглядеть его фигуру в свете уличных фонарей. Вижу черное пальто, широкую спину и мощный разворот плеч. Да, до живота и лысиной мог как балерине до бодибилдера. Уверенной походкой титов идет к дому и вдруг резко оборачивается. Будто почувствовав, что за ним наблюдают, поднимает взгляд на мои окна. Вот блин, я, ойкнув как трусливый заяц, прячусь. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Так сильно оно бьется о ребра. Глава третья Юля Кусаю губы, прижимаясь затылком к холодной стене. Жду. Даю себе передышку в пару долгих мгновений, выравнивая сердечный ритм. Сдается мне, эта встреча будет тяжелее, чем я предполагала. Ну все, Юльчик, возьми себя в руки и спустись вниз. Гость приехал. Делаю пару вдохов-выдохов, расправляю плечи. Последний раз, окинув себя в зеркале, покидаю комнату. Легким шагом достигаю лестницы. Рад видеть титов. Сколько лет, сколько зим, Данилов. Доносятся мужские голоса. Отцовские распознаю сразу. А вот от второго по телу волной проносятся мурашки. Низкий, с легкой хрипотцой, он что-то щекочет в груди. Возмужал, смеется папа. Да ты тоже не отстаешь. А это что за борода Деда Мороза? На корпоративах подрабатываешь. Солидности прибавляет. Попробуй. А то ходишь, как молодой пацан со щетиной. Что нам уже не по годам. Слышу тихий смех, от которого волоски на руках дыбом встают. Я не тороплюсь спускаться. Жду, когда мужчины обменяются приветствиями и закончат свои словесные шуточные пикировки. Они давно не виделись. Им сейчас не до лишних глаз и ушей. И только когда шаги и голоса удаляются, я спускаюсь по ступеням. Они пошли в сторону кухни. Не стоит заставлять себя ждать. Неприлично это. Расправив плечи, иду следом. Осанкой поступ царицы Юлька. Все, как учили в академии. Когда показываюсь на пороге, мужчины уже сели за стол. Заметив меня, папа тут же встал. Улыбнулся, приглашая жестом присоединиться, гордо пробосив. А вот и моя красавица-дочь. Приобнимая меня за плечи. Титов поднимает на меня взгляд на доли секунды замешкавшись, но быстро отходит от... Что это было? Шок? Удивление? Что промелькнуло у него во взгляде? Привет, Юля. Растягивает губы в улыбке. У меня сердце подскакивает и резко ухает вниз от того, как красиво в его исполнении прозвучало мое имя. Юля. Здравствуйте, Богдан. В отличие от мужчины, я его имя с трудом проблеила. На гости смоленисто-черная рубашка с расстегнутой пуговицей у самого горла, оголяющей полоску смуглой кожи груди. Серые брюки, обтягивающие спортивные бедра. На запястье дорогие часы. Одеться иголочки. Волосы цвета темный шоколад тоже беспрекословно идеальны. Коротко побритые виски и длинная челка, уложенная по последнему слову моды. У нас в Академии многие парни ходят с такой и… Да, то, что сложно не отметить в Титове. У него есть борода, объемная, достаточно длинная, как у настоящего стильного Деда Мороза 21 века. Вот это да! Мысли мечутся от вау, да зачем? Мужчина же подхватывает букет со стола и направляется к нам. Подойдя ближе, он оказывается огромным рядом с моей худощавой фигуркой балерины. Ткань рубашки натягивается на руках, готовая вот-вот треснуть и разойтись по швам. Богдану сейчас сколько? Они, кажется, с папой примерно одного возраста. Около сорока. Нет, папуля у меня тоже ого-го. Спортом занимается, плаванием не пренебрегает. Но Титов явно имеет особую любовь к собственным мышцам. Отрывая взгляд от фигуры мужчины, наконец-то взглянув ему в глаза. Темно-карие, цвета крепкого благородного напитка. Такие, какими я их и запомнила в детстве. Я всегда была сладкоежкой и во взгляд долго ассоциировала со сладкой шоколадкой. А сейчас я заядлый кофеман, и в этой арабике я отчаянно хочу утонуть. Что за мысли, Юлька? Это сколько же тебе? Усмехается и протягивает букет Богдан. Я бросаю взгляд на бутоны. Мои любимые герберы. Мельком смотрю на отца. Откуда Титов узнал о том, какие я люблю цветы? Папа сказал. Но отец стоит довольный и даже усом не ведет. Лет шестнадцать. Предполагает Титов. Мне девятнадцать. Говорю, а сама заливаюсь краской. Спасибо за букет, я обожаю герберы, которые в данный момент жгут ладони. В груди печет и давит. Шестнадцать, неужели я в его глазах настолько маленькая? Юля у меня балерина, гордо заявляет папа. Поэтому ей своих лета не дашь, а не вечно на диетах и на спорте. Да ты что? Правда? Будто действительно удивляется Титов. Значит, имею честь быть знаком с будущей Примой. Ну, да Прима далеко, но все может быть. Улыбаюсь, пожимая плечами. Титов чуть отступает, буквально на шаг назад. Оглядывает меня с ног до головы. Абсолютно нигде не задержав своего темного взгляда, но моя кожа горит и полыхает от одного того факта, что этот мужчина смотрит на меня. «Вымахала как?» Смеется. «Помню, вот такой!» Показывает рукой себе по пояс. «Да вы тоже подросли!» Подмечаю невесело, на что мужчина дружно смеется, явно переоценив мою шутку. Мы садимся за стол. Отец по центру, как всегда. Мы же с Титовым оказываемся друг напротив друга. Людмила раскладывает по тарелкам горячее. Мужчинам мясо. Я же предпочитаю остановиться на рыбе с овощами. Хватит вредности на сегодня. Мне еще утренние крылышки с картошкой в зале сгонять до седьмого пота. Завязывается непринужденный разговор. В основном говорят мужчины. Я же ем и прислушиваюсь к ним. Богдан нехотя рассказывает о работе, о том, как жил и живет в Германии. Оказывается, у него там свой дом. Значит, делаю я вывод, в Москву возвращаться Титов не собирается. Жаль, наверное. Господи, зачем он отрастил такую бороду? Она ему не идет. Он кажется еще старше. А еще она, наверное, ужасно колется, когда... Нет, даже думать не хочу поцелуях с Титовым. И тем не менее щеки полыхают, а воображение уже не остановить. Потом разговор заходит о Питере. Я отвечаю на вопросы папы, Титов вроде слушает, тоже интересуется моими успехами, но я плавно съезжаю с темы. Не хочу, чтобы говорили обо мне. Не горю желанием оказаться в центре мужского внимания. Тогда отец поворачивает разговор. Совершенно иное. Но не менее интересно мне русло, спросив у друга, что на личном. Я замираю с вилкой и ножом в руках. Женюсь? Звучит в ответ ясно и четко от Титова. Мое сердце пару раз стукнулось о ребра. Вилка, дрогнув, со скрипом царапнула по тарелке. Взгляд мой взлетел. Я уставилась на гостя в упор. Да ладно! Засмеялся отец и, чуть наклонившись, хлопнул Богдана по плечу. Молодец! Так держать! Пора остепениться, годики тикают, улыбается Богдан. Счастлив, судя по брошенному в мою сторону взгляду. Мне бы улыбнуться и сказать «поздравляю», но язык не поворачивается. Он онемел. А вместе с ним и я, которая никак не ожидала такой собственной реакции на новость. Внутри что-то надломилось. По сердцу с хрустом побежали маленькие паутинки трещин. Почему так неожиданно? Больно. Неужели где-то глубоко в душе я правда верила, что такой мужчина, как Богдан, всегда будет один? Глупости. Да и я. Я же уже не та маленькая девочка, которая влюбилась в большого и взрослого дяденьку только за его улыбку. Все это ерунда, Юля. Это ненормально, Юля. Он и смотрит на меня, как на ребенка. Шестнадцать. Титов решил, что я еще даже несовершеннолетняя. Рядом с ним я выгляжу малолетней пигалицей, который еще и жизни-то не знает. Ох. Если бы я надела тот комбез на тонких бретельках или платья, откровенно мини, интересно, он бы обратил на меня внимание, как на женщину? Господи, о чем я думаю? Мне не нужно его внимания. Он взрослый. Он состоявшийся мужчина. Он годится мне в отцы. Двадцать лет разницы и пропасть между нашими поколениями. Шутка ли? К тому же он друг отца. Табу для обоих. Юля. Сознание проникает в голос папы. Ты с нами? Поднимаю на него взгляд, натягиваю улыбку. Да, задумалась просто. А что? Нас приглашают на свадьбу. Когда ты говоришь роспись? Переспрашивает он Титова. В первых числах января. Приспичило тебя как? Смеется па. Быстро, однако. Новый скачок сердечка. Все, довольно. Я складываю приборы на тарелки и чуть отодвигаю ее. Получается, чуть резче, чем мне бы того хотелось. Спасибо. Произношу, привлекая к себе внимание. Я пойду, пожалуй, устала с дороги. Хочу пораньше лечь спать. Да, конечно, Юляш. Спокойной ночи. Спокойной па и всего доброго. Говорю нашему гостю. Богдан. И тебе, Юля, приятно было повидаться. Кивает. Не могу сказать того же, но киваю в ответ и тороплюсь к себе. Он женится. Эта мысль бьет набатом в голове. Он женится. Мне все равно. Все равно. Все равно же. Взлетаю по лестнице вверх, чуть не бегом долетаю до своей комнаты. Закрываю дверь. Выходит слишком громко, но мне сейчас плевать. Закрываю ее. Не хочу, чтобы были свидетели моего состояния. Я не понимаю, что чувствую. Что это? Почему так больно? Так неприятно? Внутри все сжимается. Глупая Юля, ну зачем тебе это? Скидываю кроссы, стягиваю кофту. Следом на пол летит юбка. Достаю из шкафа костюм, в котором обычно занимаюсь. Жуткое желание спуститься в подвальный этаж в небольшой спортивный зал и выбить эту дурь из своей головы кардиотренировкой. Походила по комнате, в головеру и мыслей. Но что такого случилось, что меня так накрыло? Да даже узнай я сейчас, что он уже женат, то что? Жизнь на этом же не закончилась. Да и я же не вспоминала о нем столько времени, а тут появился и почва из-под ног уехала. Плюхнулась на постели, зарылась головой в подушке. Не могут чувства, что зародились в детстве, жить так долго. Не могут. Да и не чувства это вовсе, а глупая детская впечатлительность. Переворачиваюсь на спину, устаившись взглядом в потолок. Нет, сейчас я точно не могу здравомыслить. Мне нужно немного прийти в себя. Больше всего я уверена, как только он уедет, все встанет на свои места. Обязана встать. Поднимаюсь с постели, обувшись, накидываю на плечи легкую кофту, собираю волосы в конский хвост и покидаю комнату, прислушиваюсь в коридоре, убедившись, убедившись, что ни с кем не рискую столкнуться, слетаю по лестнице, шагая через ступеньку и ныряю за угол. Еще одна лестница, и я уже в зале. Врубаю свет и вставляю наушники в уши. Там долбит рог, самое то, когда в душе раздрай. Скидываю кофту, обходя периметр зала и принимаюсь за разминку.